Потому что я относительно недавно в этой же студии беседовал с Виктюком, который, как известно, из Львова, причем из Львова, который еще был польским. И он там в киевском издании достаточно резко высказался относительно того, что кому не нравится политика Киева, пусть из Донбасса уезжает в Россию. Я вот как бы с ним до начала эфира говорю, ну как же вот так вот. Он говорит, а что поделать, я же не смогу туда приехать, потому что Башмед не может посетить могилу отца. Это я знаю. Из-за того, что там просто на самом деле такая нетерпимость, что люди вынуждены вот ну как бы кривить души. А у нас ведь совершенно свободно можно говорить все что угодно. Более того, там иногда даже это приносит какие-то дивиденды. То есть ты высказался против там аннексии Крыма, и тебе сразу эфиры там, и сразу какое-то признание. Цитируемость, обложечка там, то все. Да. Вот почему такой механизм? Почему вот какая-то такая избыточная толерантность в отношении людей, которые вы называете? Я думаю, что она не избыточная. Я думаю, что нормальная. Я думаю, нормальная, пока это не становится магистральной линией медийной сферы и вообще идеологической, пока это не становится магистральной линией, это нормально. Потому что этим мы отличаемся не только от Украины, которые там, можно сказать, что у нас там война, поэтому мы в мусорные урны засовываем людей, которые нам не нравятся. Но мы отличаемся этим, серьезно говорю, от многих европейских стран, которые колыбели демократии и либерализма. Там табуированы очень многие темы. Там колоссальное как бы затемнение, куда вообще нельзя ступить. Там тебе просто снесут за эту голову и тебе скажут, больше, парень, ты на телевидение не попадешь, потому что ты вообще не понимаешь, что это нельзя говорить. И в этом смысле Россия просто колыбель демократии сегодня. Мы вот сейчас только что сидели в другом эфире, там сидит Миша Ефремов, Андрей Макаревич, Грымов. Мы все говорим все, что хотим. Это все транслируется на всю Россию. Ради бога. Но если кто-то кого-то здесь за что-то порицает, обзывает, это не значит, что у нас нет свободы высказывания. Они обзывают меня, я обзываю их. Всем свобода, всем праздник и радость. Я думаю, что это надо сохранять. Я думаю, что это надо оставить. Да, но меня несколько огорчает лексика, потому что когда режиссер бесспорно талантливый и мною любимым называет детей Донбасса личинками колорадов, то есть мне кажется, что лексически иногда выходят за какие-то границы. Спорить, дискутировать, да, конечно, но вот все эти вот термины, ватники, укропы, опять же, с обратной стороны. Я, кстати, не слышал, чтобы какой-то публичный человек публично это слово произносил из литературы, из кино или из театральной элиты. Я не слышал, чтобы кто-то говорил... Я вам скажу после литературы. Не, ну в смысле в эфире. Интересует, я ссылочку кину просто на Facebook. Хорошо, это точно не тренд. Это как бы... Я, может быть, немножко в розовых очках смотрю на своих сотоварищей по патриотическому, так называемому, лагерю, да, но мне кажется, что там я и Сергей Шаргунов, там и другие персонажи, мы гораздо более толерантны. Я гораздо более готов услышать чужую точку зрения и даже оправдать ее, и даже найти какие-то объяснения, почему человек... А ведь дело даже в самой точке зрения, опять же, в лексике, в термины. Слушай, ну лексика отвратительная. Мне кажется, что должен быть какой-то общественный договор, когда люди просто не идут, условно говоря, на концерт человека, который позволил себе такое высказывание. Если вот ты идешь и там покупаешь эту книжку, значит, ты считаешь тоже детей Донбасса личинками колорадов. Должна быть какая-то, ну, средней температуры нравственности в обществе. А вот это не спорный вопрос. Надо ли разделять продукт и творца? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.